Подруги, привет и добро пожаловать на мой канал! Для тех, кто впервые меня посетил, меня зовут Дация и я мама шестимесячного малыша по имени Рэм. На нашем канале мы говорим обо всем, что связано с материнством и малышами. Также вы можете за нами следить на инстаграме, худо-то бедно, но там мы публикуем наши сторис, особенно в те дни, когда у нас нет выпусков на этом канале. А на этом канале у нас выпуски в понедельник и в четверг. Тема нашего видео сегодня – must-have для малыша 6 месяцев. Список наших must-have на самом деле достаточно ограниченный и не длинный, но в то же самое время я собрала самые-самые необходимые гаджеты и вещи, которыми мы пользуемся ежедневно, особенно в этом возрасте. Первым и самым важным в нашем списке становятся прорезыватели. Особенно в это время, когда малышу 6 месяцев и он начинает сильно-сильно чесать свои десна, прорезыватели – это наше спасение ежедневно. Моему малышу нужны мягкие прорезыватели, а именно это силиконовые прорезыватели разных видов, разных форм и разных цветов, но главное, чтобы эти прорезыватели были мягкими. Вот такой вот я купила в Риге. Силиконовый прорезыватель. К сожалению, не помню компанию, но вот такая вот овечка. Она зашла нам прекрасно. Также от компании Happy Baby у нас есть несколько прорезывателей. Последние дни самыми-самыми популярными стали вот эти два – клубничка и виноград. И малыш их грызет со всех-со всех сторон. И помимо этих у нас также от Happy Baby есть вот такой вот прорезыватель. Этот вместе с клубничкой и вместе с виноградом также в нашем топе, потому что он очень мягкий, силиконовый. И вот эти шипики, которые выступают из этого прорезывателя, они как раз-таки для малыша очень и очень удобны, потому что они со всех сторон. Он может хватать их ручками, также может засовывать их в рот. И вот этот прорезыватель также еще немного звенит. Очень-очень мягко и ненавязчиво. И он его обожает. Да, Крош? Ну-ка, Крошик, где твой прорезыватель? Колотушка твоя. И еще одна штука, очень необычная, но я на самом деле рискнула и ее купила. Выглядит она вот так. Тоже, по-моему, от Happy Baby. Я вот прям с точки зрения прорезывателей большой фанат этой компании. Вот она вот так выглядит. Форма соски. И малыш может в ротик засунуть одну сторону и вторую сторону. Одна сторона больше такая ребристая, а вторая она более гладкая. Поэтому вот по настроению, как у него чешется, так он и, в общем, это дело все может грызть. Да. Крош! На-на. Мой сладкий. И, кстати, это очень круто, потому что этот прорезыватель мы купили, ему было, по-моему, месяцев 4, и он не умел еще брать в ручки маленькие предметы и не мог сообразить, как ту же самую соску поместить в ротик, если она выпала. Сейчас он уже очень-очень профессионально подносит все к своему ротику и не составляет никакого труда этот прорезыватель также поместить в ротик. Также у нас еще из прорезывателей есть Софи Жирафиха. Вот она. Популярная игрушка. Стоит бешеных денег по сравнению со всеми остальными. Я, на самом деле, никак не понимала ее прикола и принципа, но все-таки рискнула купить. Подумала, может быть, вдруг она правда какие-то чудеса творит. И вот самую маленькую я для себя выбрала. Но, не знаю, Рэм, так же, как и все остальные силиконовые прорезыватели, конечно же, он ее любит. Но единственная претензия, которая у меня есть к этой игрушке, вот это маленькое отверстие, которое размещено вот здесь. И вот когда я помещаю эту игрушку в посудомоечную машину, либо даю Рэму поиграться с ней в ванне, то сюда попадает вода. И ее оттуда достать, это сущий ад. Практически невозможно. Нужно ее тут гнуть, и непонятно, как с ней работать, для того, чтобы здесь внутри не образовалась плесень. И последняя, наверное, из наших классных прорезывателей, это вот такая цепочка. Вот такая цепочка с дракончиком в конце, и посередине здесь вот такие также силиконовые бусики. Эта игрушка супер работы для малышей, для того, чтобы развивать мелкую моторику, также развивать речевой аппарат. Я очень долгое время искала вот именно такую игрушку, чтобы она была мягкая и из силикона. Единственный, опять же, минус, который я заметила конкретно в этой игрушке, это вот это крепление. Оно из металла. Естественно, когда малыш его видит, это первое, что попадает ему в рот. Поэтому, если вы выбираете такие цепочки, выбирайте так, чтобы клипса обязательно была пластмассовой, и она не будет ранить десны маленького малыша. Хотя, ну, мы ее сразу цепляем к одежде, приглядываем за малышом, когда он играет с этой игрушкой, и, в принципе, инцидентов у нас пока еще нет. Ну, на, на, твое, твое, не забирай, держи. Если говорить о прорезывателях, которые нам не подошли, это пластиковые твердые прорезыватели, которые для Рэма стали слишком, слишком твердыми. Он как-то то ли сильно их кусает. Две минуты игры с такими прорезывателями, и он начинает плакать. Несмотря на это, его любимая игрушка от Playgro, это жирафик, которого он любит безумно играть с ним действительно каждый день. Но именно вот эти прорезыватели внизу, их мы пытаемся как-то сильно игнорировать. Я уже отрезала, сверху здесь был крюк. Также у нас есть от Tiny Love вот такой вот зайчик, который на таком вибрационном шнурке с огромным-огромным здесь вот креплением. его я тоже подумала уже отрезать, потому что каждый раз, когда он играет с этой игрушечкой, он начинает реветь. Плюс ко всему, здесь у него есть прорезыватель внизу, и несмотря на то, что он, ну, не совсем твердый, я не знаю, почему компания решила сделать его вот настолько острым, плоским. И вот прям, ну, не знаю, как-то для малыша очень-очень даже небезопасный. Вот, поэтому вот такого типа прорезывателя нам не нравится. Также ему не понравились прорезыватели всяких разных форм. Есть такие, как змейки, есть шарики. В общем, все, что твердо, нам не зашло. Также из тех игрушек, которые он сильно любит, это шуршалки всякие, всякие разные. Я, на самом деле, не покупала огромного количества. Я знаю, что есть разные книжечки с хвостиками там и так далее. Ну, в общем, мы купили такие достаточно простые от Bright Stars. У нас вот такая вот книжечка-шуршалка. Она, кстати, классная. Также тем, что здесь на уголках первого лепесточка есть тоже прорезыватели силиконовые. Есть ручка, за которую держаться. И, в общем, здесь мотивы зверей из джунглей, и она, естественно, шуршит. Да, короче? И вторая шуршалка, это шуршалка из Алиэкспресс. Ее нам подарила наша подруга, и вот эту штуку Рэм тоже обожает. Она двухсторонняя, и вот она шуршит только так. Но с этими шуршалками нужно быть аккуратным. Если помещаете их в стиральную машину, то обязательно нужно стирать их на очень-очень низкой температуре и ни в коем случае не помещать их в сушку. Иначе вот эта шуршалка внутри, она просто плавится, скукоживается, и все. Ее больше там нет, она не шуршит. Да, короче? И самый эксклюзивный предмет в нашем списке, это, конечно, вот эта игрушка. Муж мой по большому блату доставал ее в Москве. Это модель 2020 года. Вот такой вот мега-пластиковый пакет. Короче, можете много денег на шуршалки и игрушки не тратить, дайте просто ребенку пакет. Здесь главное позаботиться о том, чтобы малыш с этим пакетом игрался у вас на виду. Чтобы, не дай боже, он не одел его себе на голову и никоим образом не заблокировал себе дыхание. А так просто спасение. Да, Крош? Просто спасение. Дальше, следующее в нашем списке игрушек, это книги. Мы уже начали с малышом читать и изучать вот такую прекрасную вещь, как книги. Мы купили несколько. Я в предыдущих выпусках уже показывала некоторые из них. Первая, конечно же, это музыкальная книга на тематику животных из фермы. И вот здесь на каждой страничке есть рассказ о том, кто живет на ферме, кто с утра встает там и так далее. И также есть специальные кнопочки, которые издают звуки животных. Да, малыш, смотри. Кто у нас тут? Собачка. И вот мы так вот каждый день сидим с ним, изучаем звуки животных. Также у нас есть маленькие книжечки. Их я как раз-таки брала в наше последнее путешествие и читала ему рассказики. В этом случае тоже ферма. У нас как-то все попалось из книг на тему ферм. Здесь вот семья с двумя детками живут на ферме. В общем, у них там всякие разные приключения. И также у нас есть еще парочка книжек. Так вот такие вот цветные монстры. Короче, книг, естественно, очень большое количество для малышей. И можно покупать всякие разные. Для нас самое важное, что они на английском языке. Потому что я с малышом дома преимущественно разговариваю на английском. И пытаюсь обучать его английскому языку, чтобы он с детства на нем говорил. Следующее в нашем списке это что? Это наша черепаха. Ох, это наша любимая черепаха от компании CloudB. Ее я также уже неоднократно показывала и на инстаграме в сториз о ней говорила. Это наша черепашка, которая стала неотъемлемой частью нашего вечернего ритуала перед сном. У нее невероятно красивая проекция, которая заливает абсолютно весь потолок и часть стен в комнате. Есть также возможность включить звук океана, либо колыбельную. И такая вот черепаха прекрасно отправляет малыша, да и что там говорить взрослых, вечером ко сну. И вот мы ждали очень долгое время. Я ее купила еще перед рождением малыша. Но мы ждали, пока он начнет на эту черепаху обращать внимание. Пока ему станет интересны эти переливающиеся огоньки по потолку. И вот в 6 месяцев эта штука стала нашим мастхевом в нашем списке. Дальше, если говорить про сон. У нас также есть мобиль от компании Fisher Price. И для мамы мастхевом стал вот этот дистанционный пультик, который включает этот мобиль. И с утра, когда малыш рано-рано просыпается, а тебе хочется еще хотя бы 20 минуток полежать, то очень прекрасно берешь этот пульт, нажимаешь на кнопку, и малыш себе увлеченно играет и смотрит на свой мобиль и на звездочки, которые летают над его кроваткой. Также, если говорить о сне малыша, его здоровье, то особенно важным в этот период времени для нас стал наш гигрометр и наш увлажнитель воздуха, который у нас работает здесь каждый-каждый день. Я очень тщательно слежу за тем, чтобы в нашей комнате была правильная температура, а это до 22 градусов. И также, чтобы влажность воздуха составляла как минимум 40% и максимум 60%. Именно вот такие условия в комнате малыша, они обеспечат то, чтобы носик дышал хорошо, малыш спал, не просыпался, и чтобы ему было максимально комфортно. И сейчас, в ноябре, когда мы впервые простыли, уже неделю хлюпаем носиком, то, конечно же, нам сильно-сильно помог наш увлажнитель воздуха. Особенно, когда в нем есть функция ароматерапии. Туда мы капаем капельки эфирных масел, которые также помогают облегчить малышу дыхание. И так как малыш мой уже спит всю ночь, для меня мастхэвом в нашем списке стали подгузники-трусики. Причем, подгузники-трусики не обычные наши M-размеры, которыми мы пользуемся по сей день, но размер XL. Потому что ночью малыш дует так себе нормально, и наш M-размер он не выдерживает. И уже пару раз поднимала малыша из кроватки в лужи его писюлек. Так вот, я купила также свои любимые генки-трусики, но большего размера, и решила потестировать. Может быть, больший размер нам в этом вопросе поможет. И да, он нам прекрасно помог, и сейчас мы одеваем эти трусики только-только на ночь. И, кстати, когда малыш дрыгает, дергает ногами, конечно же, непросто одеть эти трусики. Но я для себя разработала систему. Я продеваю руки в отверстие, где проходят ноги. Просовываю их так, чтобы они вышли здесь, где поясничка. И просто хватаю обе ноги одновременно, и одеваю эти трусы одновременно. Так что ножки у меня не выскакивают из трусов. И вот таким вот образом мы с тобой их одеваем, да? Кроващик, ну ладно, сейчас ты можешь с ними поиграть. Для спокойного сна малыша я уже поняла, что нашим мастхевом являются бортики в кроватку. Большое количество времени я провела в поиске наших идеальных бортиков, рассматривала всякие разные. Конечно же, первым моментом, который для меня важен в этом вопросе, это безопасность малыша. Несмотря на то, что он уже контролирует свое дыхание, контролирует свои движения во сне, и он уже большой, все равно здесь нужно позаботиться о том, чтобы минимизировать риск того, что малыш мог бы упереться носиком в плотный-плотный бортик и перестать дышать. Это, конечно, самое важное. Вторая причина, по которой эти бортики нам абсолютно необходимы, это тот факт, что малыш как пропеллер крутится по своей кровати и просовывает, во-первых, свои ножки и ручки между рейками, и также упирается головушкой в эти рейки. Уже неоднократно он просыпался с утра, и я обнаруживала у него красные пятушки на его головушке. Поэтому я понимаю, что мне этот маленький пропеллер нужно остановить и защитить его ручки, ножки и головушку, чтобы он не просыпался в тот момент, когда ему становится неудобно. Мы купили бортик от Ikea, но поняли, что он для нас не работает, потому что малыш без всякого труда его как тряпочку просто стягивает вниз. И поэтому я искала, как я уже говорила, во многих магазинах наши идеальные бортики. В один момент я уже решила, что буду покупать бортики компании Busy Growing. Их я показывала вам в видеоролике нашей покупки автокресла. Там эти бортики крепятся на отдельные рейки, и они украшены красивыми такими кушонами, подушечками с мордочками животных. Но я все-таки решила для себя, что спальное место малыша должно быть спальным, и побоялась, что наш сон и режим будет нарушен таким пестрым наличием игрушек в его кроватке, и поэтому все-таки решила пойти таким более традиционным путем. И вот мы заказали вот такую вот красоту, которая называется Loom. Буквально на днях мы получили эту посылочку. До сих пор я ее не установила, еще не открыла, просто потому что хочу сделать это вместе с вами и показать вам вот эту красоту. Вместе с вами будем устанавливать эти бортики, будем их тестировать. Хочу это сделать в дневной сон малыша для того, чтобы, не дай боже, если что пойдет не так, чтобы не нарушить его ночной сон. Это для нас слишком важно. Ну и также расскажу, почему выбрала именно эти бортики. Ну, уже не говоря об этой крутой упаковке. Компания работает над тем, чтобы их упаковкой, в принципе, продукция была экологичной, чистой и дружелюбной для нашей планеты, но, собственно, это не радовать не может. В нашем списке очень важных предметов стал наш фитбол. Это фитбол, на котором мы с нашей крошей занимаемся ежедневно. Также в ближайшее время мы планируем пригласить пассажистку и профессионала по занятиям с малышами на фитболе, чтобы наша гимнастика шла на пользу малышу и стала еще более продуктивной. Если помните, я также неоднократно рассказывала вам про наше купание и про вот такую вот ванночку Angel Care, которой мы на самом деле пользуемся с самого-самого рождения малыша. Мне как-то казалось, что она, наверное, нам прослужит максимум месяца 3-4, но нет, до сих пор мы ей пользуемся, и в ближайшее время, в принципе, малыш даже не планирует из нее вырастать. Единственное, что может стать препятствием в использовании этой горки Angel Care, это то, что малыш пытается сесть. Но тут нам на помощь приходит вторая штука для купания от той же самой компании Angel Care. И вот это вот такое вот сидение, в котором малыш может купаться уже сидя. Пока мы еще его не распаковали, но надеюсь, что в скором будущем, когда малыш уже сядет, мы сможем с таким же большим удовольствием пользоваться и этим сидением в нашей ванне. Наряду с самых-самых-самых важных мастхевов в нашем списке, это наш шезлонг Baby Bird. Вот без этой штуки мы не можем вообще никак, никуда и никогда. Малыш очень любит в этом шезлонге качаться, он любит в нем проводить время, и когда маме нужно освободить руки, когда мне нужно прибраться дома или сделать кое-какие дела, то, естественно, поместив малыша в этот шезлонг, я знаю, что хоть какое-то время, но он в нем проведет. Когда он был совсем маленьким, он любил в этом шезлонге лежать, но качать его приходилось мне, просто потому что его вес не позволял ему раскачиваться. Да и он, в принципе, не умел этого делать. Но сейчас, когда он уже подрос и когда он умеет раскачиваться, то, мама дорогая, большего веселья для малыша, мне кажется, в течение дня придумать сложно. Единственное, что мы стараемся смотреть, чтобы он не проводил слишком много времени в этом шезлонге. Иначе есть информация о том, что малыши начинают лениться, и тогда уже его не заставить заниматься или делать вообще ничего. И последним, но одним из самых любимых предметов в нашем списке, это наш эрго-рюкзак от компании Lila Baby. Сейчас покажу. Вот так вот выглядит эта красота. Этот конкретный рюкзак – это модель Embost. Это самая высшая линейка в предложении компании. Отличает ее от других рюкзаков вот эта красивая вышивка спереди и очень красивая эмблема, и вся фурнитура, которая украшает как раз-таки этот рюкзак. Но помимо красоты, конечно же, я его выбирала по его функционалу. Что же особенного в этом эрго-рюкзаке? Этот рюкзак, он 6 в 1. Компания заявляет, что этим рюкзаком, в принципе, можно пользоваться с самого рождения малыша. Но я не стала, конечно же, им пользоваться с самого рождения, просто потому что я очень боялась за то, чтобы не навредить позвоночнику малыша. И, следовательно, мы начали его помещать в этот рюкзак, наверное, с месяцев 4-5. И то по 5 минуток, по чуть-чуть дома где-то смотреть, как он себя ведет, и нравится ли ему, в принципе, находиться в этом рюкзаке. И первое, что здесь можно для малыша регулировать в зависимости от того, какой у него возраст и как вы его сажаете, это, естественно, посадка. У нас с малышом сейчас этот рюкзак на узкой посадке, просто потому что он, как правило, садится личиком к миру, и ножки свисают вот здесь. Если малыш совсем маленький, как, например, заявляют производители, то ему можно делать широкую посадку, и ножки, они помещаются внутри рюкзака, опираясь на тело мамы. Если он засыпает, чего никогда не произойдет с моим малышом, то, конечно же, можно здесь поднимать вот такую вот специальную накладочку, которая позволит малышу спокойненько, тихенько спать. Ему не будет светить солнце, дуть ветер, и, собственно, вот так вот малыш может спать. Но так как мой малыш на руках не спит никогда, то эту функцию мы не использовали также никогда. И если ей не пользуетесь, то ее можно вот так вот убрать, пристегнув к самому рюкзаку. Естественно, есть регулировка самого ремня, также есть очень удобная вот такая вот накладка на спину для поддержки спины. И также можно регулировать ремни здесь сбоку. Есть основное крепление ремней у мамы здесь на спине, так чтобы они ни в коем случае не соскользнули с плечей. Также, если здесь поработать с ремнями, то можно этот эрго-рюкзак носить на спине, то есть малыш будет сзади. Его можно также носить наискосок, и он встает здесь сбоку. Просто ремень здесь вытягивается и крепится немного по-другому. И, в общем, малыша можно поворачивать как к маме, так и от мамы. Изначально выбирала этот рюкзак, конечно же, по всем этим функциям, зная, что ими я смогу пользоваться как минимум до 2-3 лет жизни малыша. А так как он производится в Америке, то, конечно же, купить его намного сложнее здесь, нежели чем, например, его эквиваленты, а это эрго-бэби и бэби-берн. Помимо эмбост самых дорогих в коллекции рюкзаков, также у них есть попроще варианты. И плюс ко всему, отдельным аксессуарам можно приобрести специальную накидку, чтобы малыша защитить от дождя и любой-любой непогоды. Осенью, когда мы одеваем комбинезоны, куртки, мы все-таки преимущественно пользуемся им дома, когда малыш отказывается лежать, отказывается играть на животе, и уже ему все надоело. На этом, наверное, могу закончить наш список самых необходимых вещей в 6 месяцев жизни малыша. Напишите в комментариях, что входит в ваш список мастхевов, и что вы можете порекомендовать другим мамам в использовании для своих малышей именно в 6 месяцев их жизни. Я сегодня с вами прощаюсь, заканчиваю свой видеоролик и желаю вам доброго дня. Ну а мы с вами увидимся в следующем нашем видеоролике уже в четверг. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok